Продолжает топить канализационными водами. В подвал зайти уже вообще невозможно. Фекалии текут ручьем. Подвал жилого дома в центре города топит продуктами жизнедеятельности уже два месяца. Ароматы поднимаются выше в квартиры, жильцы задыхаются. Управляющая компания прочистили, говорят, это не от нас зависит, центральное. Центральную прочищают, говорят, это не мы. А мы страдаем, невозможно просто вообще стоять здесь. Запах фекалий просто, вот это все вверх поднимается. Дышать нечем уже. Даже в квартирах, вот у меня квартира на первом этаже, это все, мне уже кажется, что даже дома пахнет. Влажность, вот эта сырость, все это, запахи, это просто невозможно. Куда на улицу нам ходить, туалет. Потоп в подвале не единственная проблема. Трехэтажка 1948 года постройки ни разу не видела капитального ремонта. Да и о текущем давно забыла. Управляющая компания «Наследие» поставила крест на доме, возмущаются жильцы и добавляют, что обслуживающая компания не то, что не помогает, а делает только хуже. Здесь цоколь у нас собственник на свои средства отремонтировал. Здесь было более-менее, ну как бы еще оставался цоколь, замазан был. Управляющая компания прислали, ну типа работников с молоточком. Они нам в зиму отбили вот эту поверхность, остались голые кирпичи и дальше все на этом. Цоколь разрушается, в подъезде царит хаус, подвал утопает в продуктах жизнедеятельности. Когда управляющая компания повернется к жителям лицом и будет содержать дом должным образом, вопросы, на которые УК отвечать не хочет. Поведали жильцы об отсутствии капитального ремонта на доме. Хотя по суду региональный оператор обязан восстановить ветхую крышу, фасад, коммуникации, электрику. На счету организации даже есть деньги на эти цели – около 4 миллионов рублей. Региональный оператор должен в течение года нас отремонтировать. В декабре, вот 13 декабря уже будет ровно год, а ремонта до сих пор нет. У нас взыскателем по данной категории дел являются те, кто подавал в суд, то есть это ИСЦИ. Скорее всего, это либо все, условно, 17 или сколько собственников, или несколько из них. Ну, в общем-то, обычно там инициативная группа определяется, какой-то самый инициативный человек, который, соответственно, во все инстанции обращается и требует исполнения надлежащего. То есть на нашей стороне и служба судебных приставов, на нашей стороне и в этой ситуации, и прокуратура района, если не реагирует, значит, города в дальнейшем и так далее, края. Коммунальные эксперты советуют жителям усилить напор, обратиться в надзорные органы. А что касается состояния подвала, то нужно срочно обращаться в Роспотребнадзор. Канализационная река там абсолютно недопустима. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.